МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24 в студии Екатерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Работы встали. Ситуацию со строительством школы 11 и Центра культурного развития депутаты обсудили на выездном заседании Думского комитета. Йога, танцы, выступления творческих коллективов города. Парк Зернов приглашает саровчан на летнюю программу. Открыли сезон. В рамках первенства Приволжского федерального округа по футболу ИКАР-2006 принял в своем поле ради из Нижнего Новгорода. Далее расскажем по всем подробно. Почему работы на строительстве 11 школы встали? На большой площади здания даже не начата чистовая отделка, нет потолков, стяжки. Не везде закончена работа по установке вентиляции и утепления. Объект к обстрое осмотрели депутаты на выездном заседании Думского комитета. Работы на строительстве 11 школы полностью встали. Два месяца назад на встрече с журналистами на объекте заместитель главы города Леонид Бородуллин заявил, здание готово на 85%. С тех пор ничего не изменилось. Все те же 85%. Причин для задержки несколько. Сначала изменилась ситуация на рынке стройматериалов. Затем открылись сложности с проектом. По словам Леонида Бородулина, потребовалось время, чтобы привести проектную документацию в соответствии с требованиями. К сожалению, да, нам досталась документация вообще в состоянии, по которым просто невозможно строить. И по ходу вносились необходимые изменения. Конечно, нас очень сильно подвела организация, как архитектура-мастерская. То есть они подготовили очень плохой проект. Причем они его делали из готового уже существующего и сделали, в общем-то, ненадлежащим образом. В итоге, когда удалось решить проблему с документами, сложности возникли уже у подрядчика. Компания ТСК занимается строительством сразу трех городских объектов. Одиннадцатой школы, Центра культурного развития и дороги к новой детской поликлинике. На всех этих объектах сегодня работы не ведутся. Но, как рассказал Леонид Бородуллин, есть шанс, что ситуация может измениться. Прорабатывается вопрос расторжения договора с ТСК. Предварительно есть соглашение о том, что будем расторгаться и сюда заводить нового подрядчика на завершение работ. Тот объем работ, который остался здесь в школе, подделки, он, в общем-то, не пугает. Особенно при должной организации и наличии необходимого количества людей на строительном объекте, его можно завершить, как мы и планировали, ко второй четверти учебного года, вот, 22-го. По словам Леонида Бородулина, 30-го июля заканчивается срок проведения работ по строительству 11-й школы. А значит, у заказчика Управления капитального строительства появляется возможность в одностороннем порядке направить подрядчику уведомление о расторжении договора. Через семь дней договор будет считаться расторгнутым. Если к этому времени подвести все необходимые процедуры по согласованию единственного посовщика услуг, через процедуру, которая сейчас предусмотрена внесенными изменениями, 46-м постановлением, 44-е, ФЗ, то мы, при хорошем ощущении обстоятельствам, можем уже в июле выйти сюда с новым подрядчиком. Потенциальный новый подрядчик уже есть. На следующей неделе он должен приехать в город, чтобы оценить объем оставшихся работ. Что же касается дальнейшего финансирования строительства, то здесь тоже наметились определенные решения. Когда мы вели переговоры, и подрядчик что говорил? Если мы будем расторгаться, если у нас не решается эта проблема, и объем работы, который мы выполнили, я их сдаю, вы принимаете, и я верну оставшиеся деньги. Я, конечно, могу сомневаться в этом, но это было заявлено. Впрочем, депутаты оптимистичных прогнозов администрации не разделяют. На большой площади здания даже не начитая чистовая отделка, нет потолков, нет стяжки. Не везде закончены работы по установке вентиляции и утепления. Исходя из увиденного, это излишне оптимистичный прогноз. Из того, что посмотрели, действительно, это очень важно, приехать на этот объект, посмотреть внутреннее состояние. Понятно, снаружи вроде бы благоустройства нет, но в целом конструктив здания. Внутри, на самом деле, очень большой объем работы, связанный именно с отделкой, причем даже в основном, будем говорить, с черновой. Также в рамках выездного заседания депутаты посетили стройку будущего центра культурного развития. Там работы тоже остановлены и решается вопрос о возможной смене подрядчика. По словам Леонида Бородулина, сменить подрядчика можно будет также в особом порядке. Вероятность завершить строительство в этом году очень маленькая. В администрации надеются, что до зимы удастся хотя бы закрыть контур здания. Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Пока власти предпринимают все возможное, чтобы закончить объект на Зорге, школьная жизнь идет своим чередом. Родители юных саровчан, окончивших начальную школу, встают перед выбором, в какое учебное заведение отправить своего ребенка. Гимназия номер 2 объявил набор в пятый класс. Какие испытания нужно пройти тем, кто хочет учиться в сетевой школе проекта «Школа Росатома», расскажем далее. В новом учебном году в гимназии номер 2 откроется еще один пятый класс. Принимают туда детей из других образовательных организаций города на основе вступительных испытаний. Так как в гимназии со среднего звена идет углубленное изучение английского языка, то школьникам предстоит пройти тестирование по этому предмету. Безусловно, есть дети, которым хватает школьной программы. Мы сейчас это видим на вступительных испытаниях. Те, которые действительно понимают английский, чувствуют английский язык. Есть дети, которые занимаются активно, и в том числе вне школьной программы, в различных кружках дополнительно занимаются. Им тоже, конечно, легче пройти вступительные испытания. Но надо заметить, что в целом вступительное испытание, оно базируется на основах окончания начального уровня образования. То есть проверяют знания, которые должны быть у каждого выпускника начальной школы. Также смотрят табель успеваемости. Чем выше балл по английскому языку, тем выше у ребенка шанс иметь высокий балл на вступительном испытании. Также гимназия просит портфолио поступающего, требования к которому определены приказы Министерства образования, науки и молодежной политики области. Конкурсы в СОЖ, Всероссийской Олимпиады школьников, это конкурсы различного плана, городские, региональные, федеральные, международные. Самое главное, они должны, у них единственное требование, они должны все быть проводимы органами муниципальной власти. Это не частные, не платные конкурсы. Подробную информацию о сроке приема можно посмотреть на сайте образовательной организации в разделе «Прием в гимназию». Также на портале есть демоверсия теста для поступающих в пятый класс. Екатерина Опенова, Сергей Чекалин, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Правительство на год продлит меры господдержки многодетных семей для погашения ипотеки в размере 450 тысяч рублей. Такое поручение подписал президент России Владимир Путин по итогам заседания Президиума Госсовета. Эту помощь оказывают семьям, в которых третьи или последующие дети уже родились или родятся до 31 декабря 2023 года. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Все чаще водители стали замечать диких животных вблизи автомобильных дорог. В этот раз у первого КПП в объектив камеры попали сразу три лося. Водителям нужно быть осторожными в зоне действия знаков, предупреждающих о диких животных. Размер ущерба за сбитого лося составляет около 80 тысяч рублей, даже если ДТП произошло вне зоны действия знака. В Саровском медицинском колледже стартовала приемная кампания. Для поступления необходимо подготовить ксерокопии следующих документов. Паспорт, документ государственного образца об образовании, СНИЛС, приписное свидетельство, военный билет для юношей, 4 фотографии, размер 3 на 4, медицинскую справку и заявление. График работы приемной комиссии с понедельника по пятницу с 9 до 15 часов. Более подробной информации по телефону 54650. Лето в городе, лето в парке. Парк Зернова приглашает саровчан на летнюю программу. Для детей и взрослых готовят разнообразные мероприятия. Можно будет позаниматься йогой под открытым небом, потанцевать под ретро-мелодией или послушать выступления творческих коллективов города. Подробности далее. 15 июня парк имени Зернова запустил летнюю программу. Каждую среду с 10 утра на детской площадке для маленьких саровчан будет проходить арт-минутка, зарядка для непосед. В этот же день в 11 часов на танцевальной площадке будут проходить занятия по йоге под руководством инструктора. Это хатка-йога с элементами аштанга-йоги. То есть есть динамические какие-то асаны. Они, наверное, более работающие, на мой взгляд. Возраст любой. Единственная просьба – адекватно подходить к своему здоровью. Больными не приходить. В периоды обострения не приходить. И не делать, наверное, по максимуму. Чувствовать свое тело и работать в зоне комфорта. Каждую пятницу в 18 часов детей и взрослых ждут на территории творчества, игр, самообразования. Сотрудники парка предложат тематические интерактивные программы. Субботы в парке будут музыкальными. Каждую вторую субботу месяца мы ждем на встрече музыкальной ротонды. Под сводами ротонды, которая знаменует начало нашей знаменитой лестницы, будут звучать инструменты, будет звучать вокал в исполнении наших городских исполнителей и артистов. Каждую первую третью субботу на танцплощадке будет проходить ретро-проект «Музыка с пластинки». Каждую четвертую субботу месяца Саровчан приглашают на набережную послушать диджеев или саровские группы. С 15 июля в программу включат показы мультфильмов и кино. Каждую пятницу с 8 вечера мы будем встречаться на танцевальной площадке. Там заработает летний кинотеатр. В рамках которого в первой декаде августа мы также станем свидетелями фестиваля уличного кино. Увидим лучшие короткометражки, которые были признаны за последние несколько лет. Все мультфильмы и кино в основном российского производства. Все перечисленные мероприятия летней программы бесплатные. Кроме того, продолжат работу аттракционы. Покататься можно по будням с 16 до 20 часов, по выходным с 11 до 20. Действует акция «Льготное катание» для детей из многодетных семей и детей-инвалидов в первую-третью среду месяца. Для получения билета необходимо предъявить документы, подтверждающие льготу. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Напряженная схватка в рамках первенства Приволжского федерального округа по футболу ИКР-2006 приняла в своем поле лидера в турнирной таблице «Ради из Нижнего Новгорода». О том, как прошла встреча, расскажем далее. Напряженная, азартная, эмоциональная встреча ИКР-2006 года и «Ради из Нижнего Новгорода» держала в напряжении болельщиков до последней минуты. Игра для нашей команды была первой в сезоне первенства Приволжского федерального округа. К середине тайма Саровской команде удалось отправить мяч в ворота противника. До перерыва ребята продержались с победным счетом. Очень помогала поддержка трибун, признались юные футболисты. Мы желаем ребятам большого удачи, стальных нервов, стальных ног. Мы болеем за всех, это же наша команда. Желаем только удачи и везения. Очень достойно, во-первых, обе команды смотрятся, командная игра. Ребята просто заряжены. Я желаю им удачи в этом турнире, потому что я знаю, что они сильные мальчики, они справятся. Нашим ребятам достался сильный противник, лидер турнирной таблицы. За плечами команды Радии из Нижнего Новгорода две победы из двух игр сезона. Практически всю игру Икар ввел со счетом 1-0, однако к концу второго тайма футболисты допустили грубую ошибку в обороне. Радий сравнял счет. До конца игры забросить мяч в ворота противника не удалось ни одной команде. Первенство продлится три месяца, игр еще много. Сегодня мы только, для нас это был первый тур, планов конкретно по месту мы не ставим, но это все спортсмены, амбициозные люди, и задача в каждой игре бороться на максимум. Мы желаем футбольной команде Икар 2006 года рождения победных игр, а также достойно показать себя в первенстве. Темный, светлый, чистый, с натуральными добавками. На любой вкус, а то всех недугов. Десятки сортов меда, свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 16 по 19 июня там проходит медовая феерия. Укрепить иммунитет и повысить защитные силы организма поможет мед. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феерии один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Саровчан уже ждет мед нового урожая 2022 года. Если хранить продукт пчеловодства правильно, то он не потеряет свои лечебные и вкусовые свойства на протяжении длительного времени. Есть мед можно ежедневно в небольших количествах. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку. В течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще в советский ГОСТ температура хранения меда 18 градусов и в темном месте, то есть не на свету. Каждый сорт обладает уникальными свойствами. Мед акация и гипоаллергенин. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягеля и прополисный мед улучшают работу желудочно-кишечного тракта. Хвойный и каштановый помогают работе сердечно-сосудистой системы. Дуниковый мед благотворно влияет на нервную систему. Гречишный богат железом и повышает гемоглобин. Также на медовой феерии вы можете найти майский, цветочный, липовый и высокогорный мед. А мед диких пчел содержит много витаминов и антиоксидантов. Предложат вам и продукты пчеловодства. Пыльцу, маточное молоко, настойку прополиса на воде и пергу. Она помогает для поднятия иммунитета и восстановления силы. Перга эта пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с медом, с маточным молочком, своими железами и заложила уже в соты. И уже в соты она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Такой интересный факт. Если матку пчела пергой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пергой, она сеет 2000 личинок в сутки. Вкусное предложение для сладкоежек – натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Не пропустите! Медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» с 16 по 19 июня с 10 до 18.00. Нет возможности прийти? Доставим. Телефон плюс семь девятьсот двадцать семь ноль шестьдесят четыре тринадцать девяносто. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей.